Жители Екатеринбурга теперь боятся ходить возле театра мускомедии. Накануне вечером с карниза откололась облицовочная плита и упала прямо на двух девушек. Шла по делам, услышала просто резкий звук сверху, подняла голову, смотрю, камнепат летит. Как-то так собралась, поняла, что вперед нельзя, назад нельзя, побежала вбок на проезжую часть. К счастью, серьезных травм девушки не получили. В тот же день их выписали из больницы. Сейчас место происшествия огорожено только красной лентой и никаких предупреждающих указателей нет. Это сильно возмущает жителей Екатеринбурга. Надо, чтобы они осмотрели и поставили какой-то знак, не просто веревочку натянули, вот эту вот ленточку, а поставили какой-то указатель, знак, что либо перейти на ту улицу, вот именно эту часть дороги, либо, значит, написали хотя бы слова, что здесь ходить опасно. В самом театре говорят, проблемы с фасадом начались еще два года назад. Сотрудники регулярно убирали отслаивающиеся куски штукатурки, но сделать полноценный ремонт оказалось не так-то просто. В прошлом году у нас было подозрение с той стороны здания, со двора. Мы это все обстучали, контролировали состояние карнизов. В прошлом году мы заказали, получили разрешение на проведение проектных работ. Процедура очень длинная здесь, потому что у нас здание является память. Таким архитектурой мы должны получить множество согласований. По словам главного инженера мускомедии, обвалившийся кусок штукатурки весил примерно полтонны. Ситуацию спасло то, что он раскололся об фонари, поэтому на девушек упали только обломки. Тем временем все обстоятельства инцидента уже выясняют в прокуратуре. В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться лица, которые ответственны за содержание фасада здания. Кроме того, будут устанавливаться, когда проводились последний ремонт фасада и, соответственно, та компания, которая проводила эти работы. В свою очередь, проверку начали проводить и в самой мускомедии. По словам сотрудников театра, для того, чтобы выяснить, почему штукатурка начала отслаиваться, они уже обратились в научно-исследовательский институт. Дарья Трофимова, Интера ТВ